МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. В эфире программа «Воронеж. События. Факты». Итоговый выпуск на этой неделе. Сегодня в программе. Особенности национального трудоустройства. Как встать на учет в службе занятости в условиях пандемии? Прокуратура Ленинского района выявила нарушение, допущенное фондом капитального строительства при ремонте трех многоэтажных домов. Водители городского общественного пассажирского транспорта из-за пандемии терпят убытки. Кто им поможет? На малой родине Пескова к 90-летию нашего знаменитого земляка писатели и журналиста возродили его яблоневый сад. Будние праздники в умирающей деревне Лосева. Репортаж из Воронежской глубинки. С начала режима самоизоляции многие воронежцы ушли работать на удаленку. Но есть и такие, что и вовсе лишились работы. Как встать на учет в службе занятости в условиях пандемии, поинтересовалась наш корреспондент Галина Жукова. Теперь состоявших здесь на учете и тех, кто планирует это сделать, консультируют только по телефону. Главный вопрос – как зарегистрироваться в центре занятости, не выходя из дома, тем, кто недавно лишился работы. В связи с распространением, угрозой распространения коронавирусной инфекции, цент занятости населения сегодня работает в дистанционном режиме. Необходимо заполнить заявление в электронном виде на портале «Работа в России», пройти авторизацию через портал «Госуслуг». Но обязательным условием является это заполнение резюме. Правда, сделать это удается далеко не каждому в силу разных обстоятельств. «Цент занятости также работает по предварительной записи, когда мы ведем личный прием. Для этого необходимо созвониться со специалистами на горячую линию отдела центра занятости, где вам назначат время прийти и подать документы». По словам директора центра занятости безработных, в Воронеже сейчас более 5000 человек. С начала этого месяца ряды людей, потерявших источник дохода, существенно пополнились. «За период с 6 по 27 апреля в цент занятости населения подано более 6000 заявлений гражданами, которые в настоящий момент обрабатываются». За последний месяц службу занятости обратилось в два раза больше граждан, чем обычно. «Это очень тяжелый период для многих, особенно для тех, кто не зависел ни от кого, например, те, у кого свои кафе, или те, кто занимался кинотеатром, или театры частные и так далее. То есть все люди, которые зависели от билетов, от продажи, массовые посещения какие-то, или еще эвент, агентства – это просто катастрофа, потому что целые индустрии могут просто лечь на лопатки». В условиях пандемии максимальное пособие для безработных увеличено до уровня МРОД. Это касается тех, кто зарегистрировался в центре занятости после 1 марта, вне зависимости от того, какой был заработок на прошлой работе. «Имеют право на назначение пособия в период с апреля по июнь месяц в размере 12 130 рублей». А вот тем, кто проработал менее трех месяцев до постановки на учет или же долгое время оставался без работы, получат минимальные выплаты в размере полутора тысяч рублей. Но даже максимального пособия гражданам едва хватит на первоочередные нужды. «Ну что такое 12 тысяч? Ну, машину заправить, а не за квартиру заплатить, а так какие-то покупки совершать, обувь ребенку купить, еще что-то. Все, люди не смогут этого делать». Следует также знать, что граждане, вставшие на учет с 1 марта, у кого есть дети до 18 лет, могут рассчитывать на дополнительные выплаты. В этом случае размер пособия по безработице увеличивается пропорционально из расчета 3000 рублей на каждого ребенка. Галина Жукова, Александр Панин, 41 канал. В продолжении темы наш корреспондент Олеся Алисюк узнала о некоторых изменениях, произошедших на рынке труда из-за пандемии. Как приспособиться к новым условиям трудоустройства, смотрите далее в сюжете. Трудоустроиться в нерабочие дни в условиях пандемии – дело теперь непростое. Только за последнюю неделю, по данным аналитиков портала по поиску работы, число свободных вакансий в регионе сократилось на 5%. Теперь в среднем на одно рабочее место претендует 7 человек. Соискатели работы избрали выжидательную позицию. Если раньше люди проявляли амбиции, искали вакансии с высокими зарплатами и возможностью карьерного роста, то теперь многие свои резюме сняли и держатся за то место, где работают. В текущих условиях люди понимают, что лучше держаться за своего работодателя, за свое место. И в этом плане они не решают выходить на рынок труда. И поэтому по резюме мы видим больше отрицательную динамику, то есть соискатели ждут. Для тех, кто потерял работу в этот кризис, на сайтах по поиску работы открылись разделы временного трудоустройства. Так появился ситуационный спрос. К примеру, сейчас в огромном количестве требуются курьеры. В Воронежском регионе он увеличился почти на 30%, на 136% по России и аж на 400% в Москве. Также сейчас требуются водители и комплектовщики. Ведущими сферами деятельности, где теперь ищут усилия на сотрудников, стали продажи, строительство, производство, IT и телекоммуникации. Требуются рабочие персоналы, специалисты в сфере медицины. Медицина вошла в топ вакансий. Она раньше, в спокойное время, находилась в конце первой десятки. Сейчас по всем регионам медицина входит в топ-5. Сейчас требуются врачи, фельдшеры, фармацевты. Больницы активно публикуют такие вакансии. Особенно тяжело сейчас найти работу тем, кто только начинает свой трудовой путь. Если раньше на место новичка претендовали 5 человек, то сейчас в три раза больше 14 кандидатов. Что касается удаленной работы, то те компании, которые перевели сотрудников из офисов домой, скорее всего, продолжат так работать и в условиях пандемии. Но в реале не привели к росту удаленных вакансий. На рынке труда в Воронежской области сейчас таких всего 7%. Тех, кому работать удаленно точно легче или скорее легче, эта доля снижается. Возможно, накапливается усталость и хочется вернуться к привычному режиму. Но в целом мнение делится пополам. Кому-то комфортно, кому-то не очень. Зато у сотрудников, занятых в компаниях, не ушедших на удаленку, зарплата стала выше. Отказ от самоизоляции увеличивает риск заразиться и в качестве поощрения персоналу увеличили премии. К примеру, простые продавцы теперь получают даже больше своих руководителей низшего звена. При этом многие работодатели заметили, что качество труда повысилось. Боясь сокращения, люди стали работать лучше. Вообще, в целом, рынок труда сейчас находится в стадии заморозки. Нынешний кризис уже называют пандемией увольнений. Единственная оптимальная вакансия, на которую теперь можно устроиться, – это курьер. В Москве такие специалисты в месяц зарабатывают до 60 тысяч рублей. Место, где потеплее, пока придется подождать. Олеся Алисюк, Александр Панин, 41 канал. Фонд капитального ремонта в очередной раз допустил нарушения при выполнении восстановительных работ в многоквартирных домах. Эти факты обнаружила во время плановой проверки прокуратура Ленинского района. Какие ошибки допустили подрядные организации ФКР, расскажет Олеся Алисюк. Нарушения были выявлены в многоквартирных домах по улице 121-й стрелковой дивизии 2, по улице 20-летия октября 94 и улице Куколкина 6. Выполненные работы не соответствовали требованиям технических регламентов. Прокуратурой района завершено проведение плановой проверки фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. В соответствии с требованиями жилищного законодательства на фонд возложена обязанность по проведению качественного ремонта многоквартирных домов. В сроке установлены региональные программы. Вместе с тем, по итогам проверочных мероприятий установлены факты ненадлежащего проведения капитального ремонта. Подрядчики отступили от проектной документации. При монтаже систем тепла и электроснабжения, водоснабжении и ремонта кровли в многоквартирных домах было допущено множество нарушений. Также были установлены некачественные стеклопакеты, не обеспечивающие необходимый уровень теплоизоляции. По всем выявленным нарушениям в адрес руководителя фонда внесено представление об устранении нарушений с требованием его рассмотрения с участием прокурора и рассмотрением вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности. Прокуратура района будет добиваться реального устранения выявленных нарушений. Помимо этого, в районную прокуратуру обратилась пенсионерка с заявлением о нарушении должностными лицами фонда требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Этот факт проверка также подтвердила Олеся Лисюк, Сергей Трифонов, 41 канал. Водители городского общественного транспорта продолжают перевозить людей в условиях пандемии, несмотря на риск для здоровья и снизившийся доход. Олеся Лисюк расскажет о рабочих днях маршрутчиков в новых жизненных условиях. На работу и за покупками теперь никто никуда не ездит. Как и положено, народ сидит дома на самоизоляции. Маршрутки ходят пустыми или полупустыми. Предыдущий видеоролик тому свидетельство. Тяжелые времена для транспортных кампаний наступили с первых дней введения в Россию режима самоизоляции. Руководство составило график выхода водителей, потому как всех водителей невозможно выпустить на линию, ввиду того, что некого возить. И рентабельность перевозки нулевая, можно так сказать. И приходится сидеть дома. Интервал движений между автотранспортом заметно увеличился. В первые дни пандемии иногда он составлял 30 минут, теперь 15-20. Понятия «час пик» теперь просто не существует. В любое время дня автобусы едут пустыми. На сегодняшний день выходные дни и рабочие дни практически не отличаются. Выходные дни еще, конечно, хуже. Сейчас людей настолько мало, что выпускают автобусов по минимуму. Десять дней я сидел дома и безвыходное положение. Нужно кормить семьей. На выходных вообще мы остаемся без зарплат. На выходных же ничего. Рынки закрыты продуктовые. Люди никуда не двигаются. Пандемия. Многие все равно уволились и нашли другую работу. И это не потому, что боятся заразиться. В тяжелые времена водители готовы работать, но не забесплатно же. Бывает, что целый день не окупают расходы даже на топливо. А семью-то надо кормить. У нас не хватает даже денег, скажем так, на топливо. Нам нужно закупить топливо, потому что, чтобы маршруты пустить, автобусы пустить, нужно топливо. А мы не можем собрать финансы даже на топливо. Не говоря уже о зарплатах и о ремонте. Не дай бог, там машина какая-то поломается. Это же будет катастрофа. За свой счет пассажирские компании приобретают и дезинфицирующие средства. После второго круга приходит дезинфектор, протирает поручни. Вечером у нас уже более обширная обработка. Опрыскивают поручни, сидушки, потолки. Ну, как можно больше жидкости дезинфицирующими средствами обрабатывают полностью. Водители маршрутных автобусов соблюдают все меры предосторожности. Каждые два часа меняют маску, перчатки. И хотел бы я как бы свое предложение внести, чтобы пассажиры, которые мы перевозим, были в обязательном порядке в масках и в перчатках. То есть их обязательно. Нет перчаток, нет маски, в автобус не имеют права заходить. Я считаю, что мы при таком подходе, мы бы больше оградились бы от случайных заражений. Наша съемочная группа тоже проехалась в автобусе за 10 остановок. Село всего три человека. Это когда карантина не было. Вот тогда ходили. А сейчас карантин только за продуктами. Мне не хватает воздуха, потому что у меня работа такая была. Литейный цех. Это вы даже не представляете, что это такое. Для того, чтобы автобусы большой вместимости себя окупали, необходимо, чтобы они были битком. Но по экономическим параметрам сейчас это невозможно. Я общался с водителями, и водители, не называя своих имен, говорят следующие цифры. Что для того, чтобы в Болевине нормально существовать, автобус должен привозить 12-15 тысяч рублей, в зависимости от маршрута. Сейчас один автобус в день зарабатывает не больше 5 тысяч. Этих денег хватает только на заправку и мизерную оплату водителям. 100 рублей в час, как считаете, это нормально за такую достаточно сложную работу. Я считаю, что эта цифра не соответствует тому труду, который водитель вкладывает. Но помимо этих расходов, автотранспортные предприятия платят за аренду базы, коммунальные расходы, выплачивают зарплату другим сотрудникам компании. Транспортные компании надеются, что в таких условиях им будет оказана поддержка хотя бы в виде бесплатного топлива. В свою очередь, в мэрии города транспортным компаниям пообещали снизить единый налог на вмененный доход в два раза с 15 до 7,5%. Также организации не будут штрафовать из-за каких-либо нарушений контракта с администрацией города. На этом пока вся поддержка заканчивается. Олеся Алисюк, Сергей Трифонов, 41 канал. В поселке Волиного Усманского района возродили яблоневый сад на территории Тресвятской школы. Деревья высадили к 90-летию Василия Пескова, писателя и журналиста и нашего земляка. Подробности в сюжете Галины Жуковой. Саженцы посадили так, чтобы с высоты деревья образовывали фигуру дома. Символ того, что поселок Воля стал для Василия Пескова второй родиной. 24 апреля 29 саженцев в Карликовой яблоне высадили учителя и выпускники Тресвятской школы, где учился именитый земляк. В прошлом году было 70-летие со дня окончания школы Василия Михайловича Пескова. Он закончил эту школу и во время открытия мемориальной доски посетил это мероприятие глава Новоусманского муниципального района Дмитрий Николаевич Маслов. Его идея была возродить ранее существовавший здесь на территории школы яблоневый сад. И в честь 90-летия со дня рождения Василия Михайловича Пескова решили как раз воплотить эту идею в жизнь. И заложили сад яблоневый. Сегодня в Тресвятской школе, носящей имя Василия Пескова, существует еще и музей, где хранятся ценные экспонаты и фотографии Василия Михайловича. Он родился 14 марта 1930 года в селе Орлово в многодетной семье. Вскоре родители Василия Пескова вместе с детьми переехали в поселок Воля. С юности, будучи журналистом, увлекался фотографией. Особенно много снимал природу. Впервые его снимки были опубликованы в газете «Молодой коммунар». Здесь же Василий Песков опубликовал свой первый очерк «Апрель в лесу». В 1956 году он отправил несколько своих статей в «Комсомольскую правду», после чего был приглашен на работу в Москву. Хранитель музея Вера Павлова помнит историю с детства, когда в 62-м молодой Песков угощал ее сочными яблоками. Мы ехали с Кагановки, от бабушки. На остановке Орлова, на следующей ночи, зашел мужчина, обвешанный фотоаппаратами. Два или три было, я не помню, конечно. Но я помню, что они были крест-накрест, вот так вот, как раньше военные ходили по портупее. А в руке у него была сетка. Он увидел, что я за ним наблюдаю. Достал из сетки свое яблоко большое. Я была в восторге. Дал я его мне, я сказала большое спасибо. А уж когда приехали домой от родителей, я узнала, что это был Песков Василий Михайлович. Своим земляком в Тресвятской школе, где преподавала его сестра, здесь гордятся, проводя два раза в год уже ставшие традиционными песковские чтения. В здании этой школы находится музей Василия Михайловича Пескова, который каждый год пополняется новыми экспонатами. Музей живет. Сохранился и дом Василия Пескова, куда его родители переехали из Орлова в поселок Воля на улице Дружбы. Когда-то у дома был деревянный, один из самых лучших, наверное, на улице забор. И здесь были огромные, замечательные березы, два клёна и липа. Липа сегодня сохранилась. Да, дом изменился. Но остались те же стены. И жители улицы Дружбы всё равно называют этот дом дом имени Василия Михайловича Пескова. Именно здесь Василий Михайлович посадил свою знаменитую Васяткину яблоню. Будучи подростком, он за ней бережно ухаживал. И даже спустя годы, став уже известным журналистом, когда Василий Песков приезжал из дальних странствий на свою малую родину, он всегда интересовался судьбой своей яблони. Вот она, знаменитая Васяткина яблоня, от которой пошёл и школьный сад имени Василия Михайловича Пескова. Это детство Василия Михайловича Пескова. Эту яблоню берегут. И в этом году, и в прошлом году в гостях в этом саде Василия Михайловича Пескова приходят гости. И по сей день яблоня радуют своими замечательными наливными красно-жёлтыми яблоками. Бесменно ведущий телевизионной передачей «В мире животных» с 1975 по 1990 год, автор постоянной рубрики «Окно в природу» в газете «Комсомольская правда», он ушёл с жизни 12 августа 2013 года в возрасте 83 лет. В этот день на родине Василия Пескова снова вспомнят о своём земляке. К тому времени басятки на яблоне принесёт свой очередной урожай. Галина Жукова, Александр Панин, 41 канал. А мы продолжаем вас знакомить с Воронежской деревенской глубинкой. Наши корреспонденты в этот раз побывали в селе Лосево Семилукского района. Подробности у Елены Цветковой. Семилукский район расположен на северо-западе Воронежской области. Заселение территории района началось после строительства Воронежской крепости ещё в XVI веке. Впоследствии полустанок Семилуки стал городом. На территории района сейчас 15 муниципальных образований, 12 из которых – это сельские поселения, в том числе Лосево, которое раскинулось на берегах речки Ведуги. Дома здесь разбросаны на извилистых улицах. Старожилы говорят, сейчас в селе зимуют около 500 жителей. Остальные дачники приезжают сюда только летом. В прошлый год мы отмечали день села, каждый год мы праздновали 309 лет нашему селу Лосево. Это был помещик Лосево, и в честь его назвали это село Лосево. Следы владений помещика унесло с собой время. Село с годами разрослось. Многие стремились сюда ради здешнего чернозёма. Численность населения до войны была значительно выше. На территории Лосево ожесточённые бои не велись. Тем не менее, немало сельчан ушли на фронт и не вернулись в родные дома. Евдокия Александровна – единственная местная жительница, которая помнит, как в их дома ворвались немецкие оккупанты. Самолёт их двухкрылый поставили и начали бомбить наше село. Село там на той бригаде ранили двух этих людей. Одну женщину и другую. А мы тут, немцы, когда собрались, нам стали читать лекцию. Вот охраняйте, будьте, мы будете хорошо жить, мы тут всё, заговаривайте зубы. В то время в семье у женщины было ещё шестеро детей. Говорит, бежали из дома напуганные, куда глаза глядят. Рыли окопы, прятались от бомбёжек. На следующий день немецкие оккупанты зашли в каждый двор и вывели оттуда всю скотину. Около года держали село в оккупации. А знаешь, месяц, да, вот, что иголки подбирай. А дорога была через нас, через речку, на ведуге, вот так. И они едут на этих, на телегах, скрипять на лошадях. Просто все забегают, все в тряпках каких-то. Они ж мороза не видели нашего. Вот. И отступили, и всё. Собрали они, у нас тут была кирпичная хата, всю молодёжь собрали. И туда и хотели, замкнули, хотели поджигать. А потом обдумались. Годы после войны – это время невиданного массового героизма. На трудовом фронте колхоз здесь, как и по всей стране, поднимали своими руками. Евдокии Александровне было всего 12. Тогда даже дети не боялись работы и трудились на благо Родины. Тогда же не было комбайнов. То есть и был один какой. А это вязать, просу вязали, овёс. А нас заставляли таскать за матерьми эти снопы и складывать в копны. Колхоз стал передовым, давал большие урожаи пшеницы. Засеивали вручную свёклу и подсолнечник, держали крупнорогатый скот. Работали на теплицах, теперь ездят в семилуки. Есть школа и всего 8 учеников. Сохранился здесь дом культуры 1972 года постройки. Недавно в нём заменили окна. Ремонт провели только частично. Площадь здания почти 500 квадратных метров. Из них используется только одна комната. Внутри уже 30 лет в холодную пору невозможно согреться. Там пушка у нас стоит, два конвектора. Вот там мы и собираемся. В теннис хорошо, тоже Николай Васильевич теннисный стол купил. Тоже хорошо, это ребята играют. В советское время, по словам старожилов, было больше задора у молодёжи. Не нуждались даже в специально оборудованных клубах. Гуляния проходили против двора, над берегом. Там всё стаптывали, вот так, пяток был. Там две балалайки и гитара. Там мёртвый поднимется, выйдет плясать, ты понимаешь. Вот так мы и все собирались. Теперь на территории района находятся 17 братских захоронений, где покоится прах более чем 2,5 тысяч погибших героев. Это 38 памятных мест. За годы войны Семилукская земля дала родине 16 героев Советского Союза. И только в Лосево памятника погибшим воинам до сих пор нет. Елена Цветкова, Валерий Бобкин, 41 канал. А я напомню номер телефона редакции 41 канала 206-94-06. Мы ждём обратной связи от вас. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждём вас на официальном сайте 41 канала. Это были все новости минувшей недели. Что готовит нам предстоящие? Мы расскажем в следующей программе «Итоги на 41 канале». А я с вами прощаюсь, и пусть у вас будут только хорошие новости. Редактор субтитров А.Семкин